Всем привет! Добро пожаловать в Аренко Блог. Сегодняшнее видео будет макияжное. Я соберусь быстро с вами, накрашусь. Это будет мой прям такой каждодневный макияж перед выходом. Очень простой, очень быстрый. Волосы, волосы, как обычно. У меня, в общем-то, никакой особенной укладки нет. Чистое лицо. Я уже нанесла свое масло. Мой уход сейчас. Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil. Очень хорошее масло. Мне оно очень нравится. Нежирное. Очень хорошо питает, очень хорошо увлажняет. Ну вот оно мне дает практически все. Сейчас у меня уже заканчивается мой уход от La Mer. Ну и вот думаю, чем его заменить. Вот пока у меня вот эта маслица. Оно мне очень нравится. Нанесли масло. Все. Вот я походила с ним сколько? Минут 15. Оно впиталось. Если какие-то излишки масла, если вы переборщили, вы можете всегда примакнуть его салфеткой. Будет все прекрасно. Мой тональный крем сейчас на каждый день это Шантекаль. Если я пользуюсь кремом, я пользуюсь Шантекаль. Но я все-таки предпочитаю пользоваться кремом каждый день, потому что все-таки тональный крем, он защищает нас от окружающей среды, от воздействия окружающей среды. И не всегда это воздействие полезно. В данном случае легендарный крем от Шантекаль Фьючер Скин. Это гель, крем на водной основе. Гель-крем. Крем на водной основе не содержит ничего вообще криминального. Все очень полезно. Он знаете, он как-то просто легкий-легкий гель. Вы его наносите, немножечко чувствуете холодок даже, знаете, как будто вы вот прям освежили лицо каким-то увлажняющим кремом. Вот этот вот крем дает такой эффект. Сейчас у меня, это моя вторая баночка, это оттенок Nude. До этого у меня был оттенок Камамайл. Он вот, у него такая интересная текстура. Я не видела еще таких кремов. Мне очень нравится. Руки чистые. Сейчас я нанесу совсем немножко крема на лицо. Чем мне нравится косметика Шантекаль? В данном случае этот крем. Это, конечно, супер-люкс. Это очень хороший, качественный продукт за хорошие деньги. Но это того стоит. Это того стоит. Я очень много пробовала разных кремов. Вот это вот мой самый любимый сейчас. Его можно наносить очень тонким слоем для такого легкого эффекта. Можно наносить, как бы наслаивать слои и делать эффект более плотным. Этот крем любят все визажисты. У меня подруга актриса, и она вот мне сказала, что реально все визажисты практически используют на съемках или Шуи Муру, или Шантекаль. Шантекаль, как правило, смешивает несколько баночек. Ну, две. У меня вот пока одна. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь приобрету себе еще одну, чтобы мешать. Прекрасный визажист. Ну, тем не менее. Я наношу тональный крем руками, но у меня также есть кисть. Кисть у меня тоже от Шантекаль. Вот такая, это синтетическая кисточка. Но она вот прям мягчайшая, мягчайшая, прекрасная. Может быть, чуть-чуть подправлю ей, если как-то не приятно. Но вообще руками мне наиболее удобно наносить мой тональный крем. Он делает эффект, ну, просто вот какого-то холеного лица. Я не поклонник наносить тональный крем на нос, но вот этот мне нравится. Потому что он дает вообще очень-очень естественный эффект. Повторюсь, я сейчас делаю макияж свой повседневный, который я использую, ну, вот каждый день. Вот я куда-то иду, например, по делам. Вот это вот мой повседневный макияж. Очень легкий, очень такой воздушный, прозрачный. Все. Вот мы получили такое лицо. Мне безумно нравится этот эффект. Видите, лицо светится. Лицо такое... Ну, какое-то вот прям глянцевое, свежее. Мне очень нравится. Сейчас немножечко подправлю еще кистью, если я вдруг что-то пропустила, какие-то варианты. Я сегодня практически весь макияж буду делать шантыкаль. Показать вам эту марку. Марку основала француженка, которая долгое время работала, по-моему, в Ланком или в Астиллоудер. 20 с чем-то лет. Надо уточнить эту информацию еще. И сейчас это вообще семейный бизнес. Ее дочери с ней работают, ее муж. То есть когда семейный бизнес, это вообще прекрасно. Я, конечно, хотела бы себе такую империю. Семейный бизнес, представляете, такой классный. Это было бы супер. Так, сейчас я пройдусь немножко пудрой. Вот как бы лицо. Ну, вот оно готово. Если вы еще хотите наслоить, сделать более такой плотный эффект, можете это сделать. Но сейчас на день я предпочитаю этого не делать. Пудры шантыкаль у меня нет. Но у меня есть вот такая вот пудра-призма от Givenchy в оттенке Tender Sun. Она довольно-таки темная, но мне нравится использовать ее как бронзер. Вот такая у меня маленькая кисточка. Я вот так ее переворачиваю, набираю, стряхиваю. Надеюсь, немного взяла. И наношу вот буквально, как бронзер мы с вами наносим. На нос обязательно. Я наношу на нос немножко сюда. Знаете, как солнышко у нас падает, вот эти все наши точки. Вот получается такое уже свежее лицо. Видите, я решила делать этот макияж без моей лампы. Вот я прям стою напротив окна, чтобы показать вам реальный эффект. Реальный эффект этого крема, реальный эффект моих косметических продуктов. Так, закончили с этой призмой. Перейдем, наверное, давайте к глазам. Или сразу можно сделать немножко румян. Давайте сделаю румяна. Румяна у меня Шантекаль. Я их уже показывала не раз в своем обзоре, в своих обзорах. Это вот такие вот гелевые румяна в оттенке Happy. Это тоже увлажняющий продукт. Увлажняет вашу кожу. И это очень здорово. То есть мне нравится, что сам факт, что как бы у меня есть защита от окружающей среды, от загрязнений в виде тонального крема, да, который увлажняет мою кожу. Этот тоже увлажняет мою кожу. В общем, это все супер. Выдавливаю вот так немножко вот сюда на руку. Закрываю. У Шантекаль еще есть в таких же тюбиках очень хороший тон, который называется Just Skin. И он имеет большой плюс, в отличие, например, от этого, что у него содержится SPF 30. Как бы в Австралии SPF 30 темного особо не поможет. 50, 50. Нужно 50. Но, тем не менее. И наносим вот прям вот, где хотим, чтобы был наш румянчик. Что-то я мало выдавила. Он дает очень, очень, очень натуральный цвет. Цвет. И делает немножечко эффект хайлайтер. То есть, когда я использую эти румяны, я не использую никакой хайлайтер. Никогда. Потому что вот они немножко светятся. Мне очень нравится. Так. Прямо на два пальца. И наносим. Видите, как здорово. Мне нравится. С этими румянами невозможно переборщить, потому что они выглядят очень натурально. Если вы хотите вот прям натуральный эффект, их тоже можно использовать на голое лицо. Ну, если вы там не хотите использовать сегодня, например, какой-то тональный крем, да, на нос. На голое лицо вы его накладываете, эти румяна. И они прекрасно ложатся и делают вас более свежими. Можно наносить на губы. Перед тем, как пользоваться помадой, я вот нанесла на губы. Вот такой эффект этих румян. Очень уже свежее лицо. В общем-то, можно уже сделать тушь и идти. Но так как я вам показываю сегодня, все-таки хотела показать мои продукты от Шантыкаль. Покажу вам пару палеток моих любимых. Они выглядят вот так. Вот такие две палетки. Одна в цвете Монте-Карло и другая в цвете Гарденс оф Маракеш. Я обе эти палетки показывала не раз в своих обзорах. Но вот решила еще сейчас тоже продублировать. Просто если кто интересуется вот этой маркой Шантыкаль, мне кажется, вот эти вот у них очень удачные палетки. У них еще ежегодно, ежесезонно выходят лимитированные коллекции, посвященные там защите окружающей среды. Вообще мне нравится эта компания, потому что она борется с загрязнениями окружающей среды, помогает, дает много денег на благотворительность. В общем, это очень здорово. И часть продаж Шантыкаль, по-моему, даже вот вся часть, я не знаю, честно говоря, львиная доля от продажи вот этих лимиток, она идет как раз на помощь окружающей среде. Значит так, это в постоянной коллекции эти две палетки, так что это не лимитировано. А Монте-Карло, посмотрите, какие красивые, очень хорошие базовые тени. Вот это вот такой розоватый, золотистый цвет, это тоже такой с розоватым оттенком, но уже такой более бронзовый, бронзовый-серый. Это такая более теплая палетка, а это вот моя прям вообще самая любимая. Монте-Карло, вот этот вот вообще цвет обожаю, бронза, золотом, серебром, очень сложный оттенок. И вот этот вот фиолетовый крашу им редко, но если крашу, то очень красивый получается эффект на голубых глазах, смотрится здорово. Ну что, давайте я, наверное, сделаю как базу вот этот вот розовый. Я крашу все пальцем. Я уже говорила не раз, что я наношу все свои продукты пальцами. Хотя у меня здесь есть кисти, и кисти вполне себе достойные. Ушентекаль, вот эти спонжики, но мне гораздо удобнее наносить пальцем. Они, знаете, не видно. Они очень нейтральны, нейтральный цвет, бархатистая текстура, очень тонкий помол, очень тонкий. Вот прям, знаете, даже не бархат, а шелк. Вот прям вот вы чувствуете, вот шелк. Ну вот так они выглядят. Легкий-легкий шиммер, легчайший. Это база, а основным цветом я нанесу вот этот вот коричневый, свой любимый. Давайте я его нанесу уже вот этим аппликатором. Вот так вот я просто делаю подобие стрелочки. Чем мне нравятся эти тени, их тоже можно наслаивать. Если вы их наносите на влажный век, например, на какую-то базу, то, например, вот этот коричневый или вот этот розовый, они вообще могут, вы можете достичь из эффекта фольги. Знаете, вот такой вот эффект, когда прям очень металлический эффект. Получается красиво, особенно для вечернего макияжа. Это получается очень здорово. Ну что же, вот такие получились глаза. Видите? Очень натурально, но тем не менее вот красиво. Мне нравится. И когда на солнце, эти вот это вот золото в этих тенях, тут не очень видно, оно прям переливается. Очень здорово. И под глаза я всегда делаю. Вот так. Вот такой вот эффект. Можно даже под глаза больше дать. Ну, давайте попробуем побольше. Вот такие вот тени. Вот такие тени получились у меня. Собственно, тушь. Я сейчас ничего не делаю с бровями. Честно говоря, у меня и карандаша нет больше. И покупать что-то не хочется. Не знаю, мне в последнее время так уже надоели брови. Ну, не то, что мои брови надоели, в целом брови. Просто вот этот вот вид. На ком-то смотрится очень органично, а на ком-то странно. Поэтому я поддержусь. Тушь. Тушь. Я так уже открыла, хотела мазаться. Это моя новинка. От Hourglass. Вот такая вот тушь. Очень хорошая. У меня была она в миниатюре. Я ее советовала, я ее рекомендовала, как классную тушь. Вот она классная. Я купила вот теперь большой уже формат. Большой формат купила. И довольна очень. Очень ею довольна. Мало времени занимает что-то там вообще с ресницами делать. Раз, два и пошел. Тоже можно пару раз провести. Пару взмахов сделать. Подождать, когда подсохнет. Потом еще раз. И получить вообще-таки кукольный эффект. Кукольных ресниц. Чем мне нравится эта тушь? У меня ресницы, видите, я не пользуюсь вот этими штуками. Закручивалками. Они у меня сами по себе вот. Ну вот видно. И закручиваны уже. То есть я их не кручу никогда. То есть если их крутить, мне кажется, они вообще будут отпечатываться на веки. Это будет не очень хорошо. Эта тушь не склеивает ресницы. Не ложится комками. И что самое приятное. На моих веках она не отпечатывается. И не опадает. В течение дня, ну то есть это если вот прям, знаете, мы идем в кино там или еще куда-то, на комедию какую-нибудь, да, или на драму. И я там плачу от умиления. Ну в кино, знаете, бывает. Я вообще человек эмоциональный. Или там смеюсь до слез. Тогда да. Тогда я могу и глаза потереть. Тогда может быть что-то осыпется. Но в целом, если без драмы, если без драматизма, то тушь работает очень хорошо в течение дня. На 100%. Прям идеальная. Смотрю, вот крем немножко не размазала тут. Потому что когда на телефон мажешь, ну когда на телефон красишь, я же вот смотрю в телефон, конечно, тяжело. Можно что-то упустить. Видите. Ну вот видите, тушь прекрасная. Тушь прекрасная. Мне писали девочки, что купили. Уже, ну по моей рекомендации все довольны. Ну, тем не менее, я все равно бы рекомендовала, если вот вы прям хотите попробовать этот тональный крем или тень. Или придите все-таки попробуйте в магазине. Потому что это все не очень бюджетно. Будет, конечно, обидно, если вдруг вам не подойдет. Будет обидно. Так, ну вот такой макияж. Вот такие глаза. Такие натуральные, нормальные глаза. И губы. У меня две помады Шантекаль. Целых две. Ну, знаете, я, у меня мало косметики, как бы по стандартам, наверное, блогерским или я не знаю. Ну, я знаю людей, у которых намного больше косметики, у моих подруг, там, еще что-то. Кому-то это нужно для работы. Кто-то вот любит, ну, и обязан на работе вот в определенный макияж ходить. А я вот, знаете, я вообще не люблю краситься. Ну как, я люблю, конечно, краситься. Ну так, если бы можно было, я бы не красилась, конечно. Ну, и вот поэтому вот две помады, два тональных крема. Один для съемок, другой вот. Моя прелесть. Он такой прекрасный, ребята, вообще. Две помады. Две помады Шантекаль. Вот именно из этой коллекции в серебристых тюбах. Есть еще такие же серебристые, но из темного серебра. Вот такие вот как темно-темно-серые. Они более увлажняющие и полупрозрачные. Эти, они более плотные. Вот одна красная, она даже немножечко матовая. Очень-очень рекомендую я вам эти помады. Они очень классные. Одна вот такой цвет. Вот такой цвет. Называется Мираж. Очень хороший нюд. Я не буду сейчас красить. Если вы видите у меня в видео, например, я с нюдовыми губами, в основном это эта помада. И вот такая помада, сейчас я ей сделаю как раз макияж. Это оттенок Tulip. Я тоже вот недавно снимала видео. В этой помаде была вся. И очень многие написали, какая красивая помада, что очень мне идет. И что за цвет, спрашивали. Вот, показываю. Шантекаль Tulip. Помада очень мягкая, очень легко ложится. Сразу же дает очень хороший цвет. То есть вам не нужно 500 раз ее мазюкать, чтобы получить яркий цвет. Мы можем сделать вот такой эффект. Немножко неровно, но... А так... Слегка делать размытый контур. На каждый день, мне кажется, не обязательно вот такой четкий контур. Если вы там не идете куда-то в театр или еще куда-то. Ну, вечером, да. Надо, чтобы все было так аккуратно. А при дневном макияже можно, мне кажется, и оставить. Вот так. То, что осталось, я немножко нанесу на щеки, чтобы сбалансировать наши с вами цвета. Ну, вот и все. Вот и весь мой, собственно, макияж. Не знаю, волосы могу так оставить. Могу убрать. Могу растрепать. В общем, это вот... Это просто, это быстро. Надеюсь, вам понравилось. От души, ребят, рекомендую. Если любите натуральный эффект, натурального макияжа, Шанты Каи, мне кажется, одна из самых крутых марок. Особенно вот этот крем. Очень классный. Прям вот сто процентов могу вам его рекомендовать. Все. С вами была Аленка Блог. Пишите, как вам вообще мой макияж такой простой, простенький. Я не профессионал, так что не обессудьте профессиональные визажисты, если кто, смотрите. Все. Всем пока. Всем хороших дней, выходных. Или там, я не знаю, когда это видео выйдет. Всем всего прекрасного. Чао-чао. Пока.